МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, начать я хочу с того, что календари на 24-й год уже закончились. А то многие до сих пор пишут, спрашивают, остались ли они в наличии. К счастью, для меня к счастью, их уже нет. Ну, нужно было торопиться. Они обычно бывают с октября по конец декабря включительно. Так что, кто не успел, тот опоздал, как говорится. Ну, а те, кто впервые приобрели календари за 24-й год и хотят начать коллекцию, то есть календари за прошлый, 2023 год. За полцены их можно будет приобрести. И вы можете пройти по ссылке вот под этим выпуском, сделать все так, как там написано. И вам вышлют календарь за 2023 год, которого у вас нет. Ну что ж, а теперь перейдем непосредственно к выпуску. Начать, наверное, нужно будет с прошлого выпуска. Потому что в прошлом выпуске я предполагал, что из-за названия набежит очень много алиевских шоколад, которые устроят такой вой на всю округу. И я был прав. Шутка ли, за каких-то там 5 дней, 100 тысяч просмотров. И это благодаря нашим вот этим самым шоколятам. Молодцы. Я за это хочу сказать спасибо. Комментарии, конечно, шокольские. Но при этом, я вам скажу, они тоже нужны. Почему нет? И я хочу все-таки действительно поблагодарить этих самых амщари, так как они сделали мне прошлый контент. Надеюсь, и этот контент они тоже сделают. Но и армянам тоже нужно. И армянам, и не армянам. Людям, которые сочувствуют армянам. Нужно ставить лайки. Вот эти вот пальчики такие. Я уж показываю, как они выглядят, эти лайки. Потому что часто забывают их ставить. А некоторые вообще, наверное, не знают, как они выглядят. Так вот, нажмите пальчиком или мышкой вот на вот эту. Под этим самым экраном. И это значит будет не лайк. Чем больше будет лайков, тем больше будет просмотров этого самого контента и этого выпуска. Конечно же, тоже в том числе. Так вот. Хотел ответить даже я на ряд вопросов. Но их было крайне мало. Я имею ввиду вопросов таких более порядочных. Причем большая часть оскорблений. Но это ожидаемо. И тем не менее. Тем не менее. Таким бакинским акцентом скажу. Один вопрос более-менее адекватный прозвучал. Поэтому от меня будет более-менее такой же адекватный ответ. Итак, азербайджанский юзер пишет. Я только после 1988 года услышал слово «арцах». Хоть в школе и учили армянскую историю и всемирную. А Вадим когда узнал про слово «арцах»? В детстве? В молодости? Или тоже после, как я? Ну, судя по тому, как вы пишете, нет ничего удивительного, что вы после молодости узнали про слово «арцах». То, что по русскому языку у вас двойка была, это я уже увидел. А то, что по историю тройку вам поставили только ради того, чтобы в другой класс перевести, я вам сейчас докажу. Потому что я, в отличие от вас, хорошо учился и, к счастью, не в Азербайджане заканчивал школу. А может и зря, что не в Азербайджане. Потому что если бы вы хорошо учились в своей азербайджанской школе, то о «арцахе» узнали бы еще в школе из ваших же учебников. Вот учебник «Истории Азербайджана за седьмой класс», издано в 1972 году. В те годы у вас еще, как бы сказать так помягче, совесть была. Тут ваши авторы учебника сами пишут про Арцах, как видите, да, и об армянских меликах. Население армянском в этом крае, Арцахском крае. Да, кстати, буду благодарен, если кто отсканирует весь параграф из этого учебника и вышлет мне, готов купить. И мне вот высылают донаты некоторые люди, так что как бы деньги есть. И я готов из этих донатов купить этот учебник. Вышлите мне, пожалуйста, у кого есть в наличии. И азербайджанцы тоже пошли. Вы же знаете, толк в купле-продаже. Готов купить и за большие деньги. Потому что этот скан, он уже как бы устарел. И тот, кто сканировал, очень это сделал некачественно. Вообще, в своих 500 предыдущих выпусках я часто показывал и говорил про Арцах. Даже дело не в этом учебнике азербайджанском. Азербайджанском. В картах, исторических документах. Все можете посмотреть. Это я все показываю. Слушайте, почти 500 выпусков у меня позади. Это я просто показал учебник. Потому что человек как бы протер штаны за партой. Будучи уже не молодым. Вернее, после молодости уже сидящим на меня, смотрящим. И не знающим об этом. Так что, уважаемый азеро-юзер, учиться надо было хорошо. Это не ко мне вопрос, что вы плохо учились. Вот я хорошо учился. И в школе, в том числе. И заканчивал ее совсем не в Азербайджане. А в Казахстане. Вот как видите сейчас. Но ведь это не важно. В любом случае, я знаю тему лучше вас. Хоть в Казахстане про Арцах учебники ничего не писали. А азербайджанские, как вы видите, писали. Просто вы как сидели за партой троллям, так и остались им после молодости. Так же и в университетах своих. Я хорошо учился. Даже на отлично. На одни пятерки. И снова поэтому я владею темой. А вы владеете всего лишь пропагандой. Не знаете историю родного края. Вы говорите Арцах, Арцах, Карабах. Вернее, а не Арцах вы говорите. Но в то же время не знаете историю родного края. Где ваши пращури, юрты, алачиги ставили. Так сказать. Эфтикмяк делали. Мои предки строили Амарас, Ганзасар, Дадибанг. А твои предки, вернее ваши предки, сшивали дома у водопоев. Так что снова тут не ко мне вопрос. Вообще, ей-богу, больше всего не люблю похвальствовать. Особенно, когда есть чем. И особенно перед людьми, не знающих ни роду, ни племени. Но бьющих себя в грудь, что их 20 или 25 миллионов. Да, действительно, армян в два раза меньше. Только толк с того, что вас больше. Человечеству от вас нет никакого пророка. Большинство даже не знает о вашем существовании, пока Саккар не заплатит. Понимаете, дело не в количестве, а в качестве. Есть качественные люди, приносящие пользу во благо человечеству. А есть этнобрак. Да, их больше, но толку с них мало. Это как сравнить коров и тараканов. Совокупность последних больше, чем коров. Ну, коровы дают молоко, из которого производится и масло, и сметаны, и сливки, и творог. Все что угодно. А что взять с тараканов? Это просто потребители. Они ничего не производят, кроме какашек. Но питаются теми же молочными продуктами. Вот, смотрите, сегодня я соберу по одному человеку, армянину, из разных областей. Так скажем, человеческой нужности. И вы посмотрите, как вы со своими 25 миллионами даже рядом не стоите с теми 10 миллионами армян. Более того, сами пользуетесь продуктами деятельности тех же армян. Я могу несколько имен в каждой отрасли назвать. Так оно и есть. Десятки из каждой отрасли. Вы сами наверняка видите в литературе, в книгах, на ТВ, в кино, в титрах. Очень много всегда бывает армянских фамилий. Но будет быстрее, если я сделаю по одному имени. Уверен, никого вы не сможете противопоставить им. Нет ни одного азербайджанца, которого знал весь мир. Вот именно весь мир. Который бы сотворил миру нечто этакое. Ну нет. Не дано вам. Все, что у вас есть, либо местечковое, либо вовсе не азербайджанцы. Берите ручку и бумагу. Проверяйте мой список на подлинность. Ну что, поехали? Давайте, поехали. Нобелевская премия. Назову одного. Арден Патапутян. Нейробиолог. Открытие молекулярной генетики. И у вас, я насколько знаю, ни одного нет лауреата Нобелевской премии. Химия. Таблица Менделеева. Юрий Аганесян. Ученый-химик, чье имя в этой самой таблице Менделеева? Под элементом Аганессон. Вот мне интересно, какие в Азербайджане нынче в кабинетах химии эти самые таблицы Менделеева без этого элемента Аганессон. Или все-таки с этим самым Аганессоном. Если есть из вас адекватный учащийся в Баку, напишите, пожалуйста, в комментариях, есть такой элемент в Азербайджане или нет. Инженерия. Лютер Симджан. Создатель первых в мире банкоматов, которыми вы в Баку тоже пользуетесь. Да вы там много чем пользуетесь из армянских плодов. Вам, в принципе-то, не привыкать. Медицина. Раймонд Ваган Дамадьян изобрел МРТ. Магнитно-резонансная томография. Под его прибором ваш памятник Гейдар Али Рзауглы лежал в Кливленде. Перед тем, как уйти на тот свет. А лежал он там, где главным врачом был приятель этого самого Дамадьяна, Адриан Парсигян. Музыка. Весь мир слушает Арама Хачатуряна. Это классика. Его танец саблями из балета Гаяне. Его Спартак. Его маскарад слушает и действительно знает весь мир. Его музыка звучит от Ковингардена до Метрополитен-опера. Вокал. Шарль Азнавур. Знаменитый шансонье, чье имя в одном ряду с Эдит Пиаф. А провожает последний путь как государственного деятеля. Вся Европа скорбила. Архитектура. Ричард Тенгирян. Создавший по всему миру свои сооружения, некоторые ставшие визитной карточкой, как, например, Кингдом Сентрув или Мерказ Аль-Мамляка в Риаде Саудовской Аравии. Его этот самый Мерказ Аль-Мамляка стал визитной карточкой столицы Саудовской Аравии. Физика Виктор Амборцумян. Основатель теоретической астрофизики. Сам один из известных физиков во всем мире. Конструктор Артем Микоян. Создатель первых знаменитых МИГов вместе с Гуревичем. Живопись, конечно же, Иван Константинович Айвазовский. Маринист, которого до сих пор никто не переплюнул в его жанре маринизма. Кино Рубен Мамулян. Кинорежиссер, ставший и снявший первый в мире художественный цветной фильм Бекки Шарп. Также я бы хотел назвать еще Сергея Параджанова. Это так и вовсе гений мировой кинорежиссуры. Ну, тут ладно, два назову. Потому что говорить о кино... Вообще множество армян можно называть. Из кино, например, я бы еще хотел назвать известного американского продюсера Стивена Заяляна. Благодаря которому был снят один из самых известных и нашумевших фильмов о Холокосте список Шиндлера. Также взять героев СССР. Их около ста армян, героев СССР. Это что, в три раза больше, чем азербайджанских героев СССР. А если исключить вообще из этого списка Талушей, Лизгин и прочих, то даже с ними армян, героев СССР в два раза будет больше. Герои Российской империи. 32 человека. В том числе титулованные дворяне, меценаты и прочие. Герои России уже современные. 26 человек со дня ее независимости. Герои Европы. Мисак Манущан из Франции. Герои Латинской Америки. Аганес Цетян из Аргентины. Герои Африки. Саркис Терзян из Эфиопии. Благодаря которому, в том числе, Эфиопия стала единственной африканской страной, не ставшей европейской колонией. Герои Америки. 65 человек армянского происхождения. Многие из которых отличились в Корее, Вьетнаме, Ближнем Востоке, даже в Гражданской войне между Севером и Югом. Также героев армян Османской империи не счесть. А уж вам тем более, так как вы тогда вообще не родились, чтобы считать. А кто родился, османы мочили в виде шиитских кочевников или дружин в составе Козылбаши. Теперь внимание. Когда вы переплюнете меня лично в моих оценках, а мой народ в их вкладе в мировую цивилизацию, тогда и заходите в комментарии порычать. А пока вы только скулите. И пока только в эйфории о Тарцаха. Пока. Но опять же, то ли еще будет, как говорила Алла Ханун Пугачева в Бакинском дворце имени Гейдара Алиева, построенному по проекту Тер Микелова, Армянина по национальности. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok